На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сыр дороже денег. В октябрьском судили женщин за кражу продуктов из магазина. Пожары в многоэтажках и эвакуация людей из квартир. Спасатели потушили два сложных возгорания. Пистолеты составные части к оружию. На границе задержан Беларусь, который перемещал из Украины контрабанду. Чем тоньше лед, тем жарче обстановка. Рейдовые группы следят за ситуацией на неокрепших водоемах Гомеля и области. Если белая полоса сменилась черной, почему пешеходы на переходах не чувствуют себя в безопасности и как не стать жертвой наезда в условиях зимы, узнавал Алексей Немкевич. О соблюдении ПДД и обстановке на дорогах Гомельской области поговорим с экспертом. А также мастерство парковки, стрижка с огоньком и ограбление банка на экскаваторе. Самые запоминающиеся кадры в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на канале. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Если дорого, но очень хочется, в суде городского поселка Октябрьский прошло рассмотрение дела о хищении товара из магазина по улице Советской. С прилавка пропал элитный французский сыр. Упаковку из-под него со штрих-кодом обнаружили в соседнем отделе. Камера видеонаблюдения объекта сохранила момент, как товар с прилавка к себе в сумку кладет вот эта женщина. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Ранее обвиняемая привлекалась к административной ответственности по нескольким статьям. В последний раз ее также приговорили к штрафу за мелкое хищение. 10 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в одной из многоэтажек Гомеля. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, шел дым из окна квартиры на восьмом этаже. Хозяйка в момент происшествия находилась у соседей. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей восьмого и девятого этажей. Никто не пострадал. Огнем повреждено имущество. На этой неделе эвакуация понадобилась и в Калинковичах. Там пожарные вывели из многоэтажки семь человек. Пламя и дым вырывались из двушки, расположенные на третьем этаже. Хозяйка квартиры, пенсионерка, в момент возникновения пожара находилась у соседки этажом ниже. А на прогулку отправились жильцы четвертого и пятого этажей. Все живы. Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Машина без техосмотра, за рулем бесправник, в кузове – черный груз. В Ветковском районе сотрудники ГАИ выявили незаконную перевозку шести тонн лома металла. Каких-либо сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. Его слов – перегнать машину без прав и документов с неизвестным грузом он согласился по просьбе знакомого. Автомобиль доставлен в Ветковский РУВД до окончания проверки. Попытка ввести в Беларусь оружие пресечена сотрудниками таможни и Госпогранкомитета. Сокрытые от контроля парабеллом, а также патроны к пистолету и составные части другого стрелкового оружия были обнаружены у белоруса, следовавшего из Украины через пункт пропуска «Веселовка» на личном автомобиле. Оружие было плотно упаковано и примотано скотчем к рукам перевозчика. А под капотом авто находился сверток с 20 патронами калибра 9 мм. Неблагоприятные погодные условия, связанные с колебанием ночных и дневных температур, а также трагическое происшествие в Добруше, где, провалившись под лед, на реке Ипуть погиб 14-летний подросток подняли проблему безопасности на водоемах в зимний период. По поручению председателя Гомельского облсполкома в каждом районе в эти дни проводится соответствующее комплексное профилактическое мероприятие. На одном из них и побывали наши корреспонденты. Такие рейды в графике межведомственной группы ежедневны. Местом проведения очередной проверки стало озеро Дедно, или, как его называют гомельчане, Обкомовское. Глубина этого водоема достигает местами 25 метров. В 70-е со дна озера намывали песок для застройки соседних микрорайонов. Поэтому под толщей воды скрываются коварные ямы. Такой рельеф и представляет главную опасность. В зимний период не исключение. В будний день на льду озера, как правило, до трех десятков рыбаков. Каждый из них уверен, что вернется домой сухим, да еще и с уловом. Как часто вы рыбачите здесь? Ну, часто. Не боитесь на лед выходить? Да нет, 10 сантиметров леда. Я же, когда заходил, так я проверил. Лед хороший, так я и пошел. Представители областного управления МЧС, а свода Государственной инспекции по маломерным судам и прокуратуры Гомеля не понаслышке знают об опасности зимнего льда. Беседуют с рыбаками и проверяют наличие средств спасения. По словам специалистов, ежегодно в сезон гибнут до пяти любителей рыбной ловли. Некоторые уходят под лед и тонут. Уже в этом сезоне зарегистрированы случаи, когда находили вмерзших в лед людей, погибших от переохлаждения. Несмотря на лед, все равно есть у нас такие закоренелые рыбаки, которые стремятся даже, как не смешно это выглядит, на лодках выходить на воду. Приведу случай, который произошел на Слоевском районе буквально месяц назад, даже меньше месяца назад, 17 ноября, когда только легкой корочкой покрылось озеро, человек там поставил сети, стал на своем как бы самодельном челне пробиваться к этим сетям по льду, колой-колой, в какой-то момент качнулся, упал, не было ни спасательного где-то, никакого средства. Утром хватились, нет человека, пришли, лодка вмерзла, шапка вмерзла. Приехали водолазы от свода, достали, человек утонул. Чаще всего на зимних водоемах гибнут опытные рыбаки. Они излишне самоуверены, и именно поэтому становятся заложниками чрезвычайных ситуаций. Но в группу риска также входят дети. На сегодняшний день на территории города Гомеля создан комплекс план мероприятий по профилактике утоплений. Эта работа проводится как комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями, образованиями всех уровней. Разработана совместная программа, рейдами мероприятия. В случае задержания несовершеннолетних, как органами МЧС, так и осводом, эти несовершеннолетние переписывались и передавались соответствующие инстанции. Почему? Потому что нам необходимо знать информацию, в каком учреждении образования, либо в каком районе недостаточно проводится профилактическая работа. Главная задача всех органов профилактики – проложить маршрут детей мимо опасности и не допустить несчастья. Но если уж оно произошло, нельзя терять ни минуты. При нахождении в холодной воде достаточно до 15 минут для наступления летального исхода. При этом это будет зависеть от температуры воды, если температура воды выше, это время может увеличиваться. Это будет зависеть от состояния организма, наличия каких-то сопутствующих заболеваний, в том числе наличия алкогольного опьянения. При алкогольном опьянении это время будет сокращаться и смерть может наступить в течение нескольких минут. Во время рейда дети на водоем не выходили. Зато проверяющие повстречали там немало взрослых и вручили им профилактические буклеты. Особенно своевременная информация для тех, кто берет с собой налет напитки покрепче чая. Профилактика очень хороша. Вот обратили внимание. Люди слегка повозмущались, но вывод каждый для себя сделал. Обратили внимание, половина, большая часть людей ушли со льда. Каждый здравомыслящий человек, который идет на лед, он осознает, куда он идет. Есть, конечно, я бы сказал, дурачо, которым закон не писан. Я, честно говоря, единичные случаи видел, когда человек напивался на льду. Ну, это те, которые не рыбаки, я вам подчеркну. Это не рыбаки, это те, которые уходят от семьи, чтобы залить свои глаза и невидимыми стать для семей. С 2016 по 2018 в Беларуси провалились под лед и утонули 34 человека. Две жертвы – это дети. В Гомельской области таких трагедий было семь. Какая статистика нас ожидает в этом году во многом зависит от эффективности проводимых профилактических мероприятий и прежде всего от отношения взрослых к собственной безопасности и безопасности своих детей. Нельзя не пропустить. В сводке ГАИ все больше попадает ДТП с пострадавшими пешеходами. Согласно правилам дорожного движения они имеют преимущество. Однако это не означает, что пешеходы всегда правы. Многие порой и вовсе забывают об элементарной осторожности и переходят дорогу там, где вздумается. Наш корреспондент Алексей Немкевич вместе с сотрудниками госавтоинспекции отправился на дороги Гомеля и попытался найти ответ на вопрос кто и когда должен уступать. Недолгие сборы и в путь. Заступившая смена вместе с нашей съемочной группой отправится по заранее расписанному маршруту патрулирования. Особое внимание к нарушениям, которые серьезно влияют на дорожную безопасность. Нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение скоростных режимов, выезд на полосу встречного движения. Вот на эти нарушения как бы и делается акцент сотрудниками дорожно-патрульной службы с целью предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий. Первым местом остановки стал перекресток улиц Хатаевича-Советская. Транспорт здесь практически круглосуточно идет нескончаемым потоком. В часы пик автомобильные колонны растягиваются на сотни метров. Все спешат поскорее попасть домой. В такие моменты водители нарушают и едут едва ли не по ногам переходящих дорогу людей. К слову, пешеходы от автолюбителей не отстают. Нередко перебегают зебру в последние секунды мигающего зеленого сигнала светофора. Некоторые и вовсе стремятся срезать или перейти там, где это запрещено. При переходе пешими участниками дорожного движения в проезжей части вне пешеходного перехода предусмотрена административная ответственность в размере одной базовой величины. За нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями в зависимости от того, первый либо второй раз ответственность предусмотрена в размере от одной до пяти базовой величины. За полчаса только на этом участке зафиксировано несколько нарушений. водители с претензиями согласны и не ищут оправданий. Отметим, что в принципе зебры, на которых установлены светофоры, наиболее безопасны. Но ведь они есть далеко не везде. При подъезде к вот такому нерегулируемому переходу водитель должен снизить скорость вплоть до остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам. Увы, часто эта формулировка используется уже в уголовных делах. Обратим внимание, что наезды, как и любые ДТП, это преступления по неосторожности. В них никто не хочет попадать, их никто не хочет совершать. Но наказание здесь вполне реальное, особенно если авария заканчивается бедой. Трагедия произошла в октябре 2017 года в городе Брагин, в результате которой под колесами большегрузного транспортного средства погиб 9-летний ребенок. По решению суда водитель приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 5 лет. А вот классический случай в Речице у перехода. Один автолюбитель останавливается и пропускает, второй, не снижая скорости, продолжает движение. В этой ситуации девушку спасло лишь чудо. А вот гомельчанке, переходившей улицу Сверидова в день нашего совместного патрулирования с ГАИ, такой удачи не хватило. Женщину сбила красная Мазда. К счастью, обошлось без серьезных травм. Как отмечают госавтоинспекторы, любое ДТП происходит не по одной причине, а становится следствием комплекса факторов. А это значит, что водитель, не поленившийся притормозить перед переходом, или пешеход, надевший фликер, уменьшает вероятность аварии. Алексей Немкевич, Александр Харлампов и Андрей Иванов специально для программы «Де-факто». Зима в этом году пришла неожиданно. В конце осени выпал первый снег, и это сразу привело к серии крупных ДТП. В Калинковичском районе одной из них закончилась гибелью шести человек. Следствие разбирается в причинах, но доподлинно известно, что на микроавтобусе, который столкнулся с фурой, была летняя резина, что не оставило шансов ни водителю, ни его пассажирам. С 1 декабря инспекторы стали выписывать штрафы за отсутствие зимних шин и, надо сказать, привлекли к ответственности немало водителей. Стало ли обязательно использование зимней резины красным правилам, а также с какими показателями завершает работу областная госавтоинспекция? Поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского обл. полкома Владимиром Чекезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какова статистика происшествий в Гомельском регионе за этот период? Оценивая статистику, мы наблюдаем положительную динамику. Наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий как в целом по Республике Беларусь, так и по Гомельской области. Благодаря каким факторам? Ну, здесь ряд факторов. Это и совершенствование законодательства, и изменение, улучшение организации дорожного движения, повышение правосознания участников дорожного движения, может, где-то профессиональное улучшение мастерства. Все совершенствуется, растет, и ГАИ тоже не стоит на месте, как и участники дорожного движения. В чем наблюдается эта динамика? В чем она отражается? Если оценивать по количеству дорожно-транспортных происшествий, то снижение в сравнении с аналогичным периодом 2017 года по общему количеству минус 7,4%, по погибшим 19,5% снижения, по раненым 11,2%, по количеству на 17 погибших в Гомельской области меньше, чем по сравнению с прошлым годом. По каким причинам произошло наибольшее количество ДТП? На фоне общего количества снижения дорожно-транспортных происшествий нас все-таки вызывает беспокойство. Это такой вид дорожно-транспортных происшествий, как наезд на пешеходов. Почему такая тяжесть последствий? Почему такое количество? Это примерно одна треть от общего количества. Здесь можно отметить, что пешеход является наиболее незащищенным участником дорожного движения. Если в автомобиле, будь то водитель, пассажир, он имеет какие-то степени защиты и меры безопасности, заложенные самим производителем автомобиля, то пешеход непосредственно сразу вступает в контакт и получает тяжкие телесные повреждения. Какие причины способствуют... Кто виноват? Водитель или пешеходы? Либо эти и эти категории? Да, мы разбираем каждое дорожно-транспортное происшествие, выясняем причины, условия, способствующие совершению. Здесь надо отметить, что в большинстве случаев, конечно же, виноват водитель, потому что он управляет источником повышенной опасности и несет ответственность, будь то при проезде пешеходного перехода... В большинстве это 70 на 30 или 60 на 40? Ну, здесь сложно сказать общую цифру, но в целом я отмечу, что большую часть вины берет водитель на себя, потому что он управляет источником повышенной опасности и при приближении к пешеходному переходу он обязан снизить скорость, повысить внимание, принятены меры для обеспечения безопасности. Ну и пешеход тоже должен принять меры по обеспечению собственной безопасности, не так ли? Совершенно. Хотя бы налево, потом направо, а не идти и понимая, что ты, в принципе, будешь прав, но ты можешь оказаться прав в последний раз. Совершенно верно. Зачастую не все пешеходы осознают степень опасности, отвлекаются, не убеждаются в том, что приближается транспортное средство к пешеходному переходу, могут внезапно выйти на проезжую часть, двигаясь с определенной скоростью, увидев, что от остановки или к остановке приближается общественный транспорт, могут ускорить скорость своего движения. Зачастую водитель не в состоянии определить скорость движения пешехода и при его ускорении уже не способен своевременно остановить транспортное средство, потому что автомобиль, он не может остановиться мгновенно, он имеет определенную скорость и определенное расстояние, которое ему требуется, чтобы остановиться. Как раз вот про расстояние, которое требуется для остановки. Сейчас мы наблюдаем неблагоприятные погодные условия. Ну, в целом, как-то динамика, которая сразу была нарост, скажем так, недели 3-4 назад, сейчас как-то поубавилась статистика происшествий со снегом и осадками? Что касается зимнего периода, ухудшения сцепления с проезжей частью, здесь можно отметить, что этот фактор влияет, наибольшее негативное влияние оказывает в моменты резкого изменения погодных условий, выпадения осадков. Водители привыкают к определенной манере вождения. Все мы живем по привычке и управляем транспортным средством тоже по привычке. И вот в тот момент, когда происходит резкое ухудшение погоды, и дорожные условия уже не могут обеспечить своевременно остановить транспортное средство, при совершении какого-либо маневра транспортное средство может потерять устойчивость на дороге. И вот это наиболее опасно. Когда погода уже, пускай она будет и сложная, и снег выпадет, и значительное количество осадков, но водители уже привыкнут к этим условиям, то ситуация на дороге, она стабилизируется. Я скажу даже больше. Наблюдается даже наоборот снижение дорожных происшествий, потому что водители начинают ездить еще медленнее, как можно медленнее и осторожнее. И тогда уже ситуация стабилизируется. То есть самый опасный период – это период адаптации к этим условиям? Период адаптации, период резкого изменения погодных условий, когда выпадает впервые снег, когда впервые образуется наледень на дороге. Привыкли ли жители нашей страны до 1 декабря менять летнюю резину на зимнюю? Да, я хочу отметить, что действительно граждане положительно встретили данное требование правил дорожного движения. Многие меняют не обязательно, ждут 1 декабря, не могут и поменять в конце октября, в ноябре. Это, во-первых, и прежде всего, это и безопасность личная водителя, владельца транспортного средства. Это и определенные нюансы, то есть меньше очереди на шиномонтажах, удобнее поменять заранее, заблаговременно. В этом году осадки выпали существенно раньше, чем прогнозировалось, и многих водителей это застало врасплох. Владимир Николаевич, некоторые водители не уплачивают дорожные взносы и поэтому не проходят гостехосмотр. Как вы ведете борьбу с данной категорией правонарушителей? Какие новые методы применяете? Просто некоторым из них легче штраф уплатить, и он меньше, чем сам взнос. На самом деле здесь очень сложно посчитать, во сколько это обернется, меньше это штраф уплатить или больше. Здесь ведь не в этом дело. Дело в том, что насколько это будет безопасно в итоге. Но, видимо, люди не ставят приоритет безопасности, когда подсчитывают сумму уплаты взносов. Вот в чем проблема. А как мы оценим причиненный ущерб, если пострадают люди, если пострадают даже транспортные средства? Это будет неоценимо. Это сложно оценить. Ведь мы, управляя транспортным средством, уже привыкаем к нему и, может быть, где-то не знаем его реальное техническое состояние. Состояние света, как правильно отрегулированы фары, дальность их освещения, состояние подвески транспортного средства и так далее. То, что проверяется при прохождении технического осмотра. Вы, после прохождения технического осмотра, у вас есть определенная гарантия и уверенность в том, что транспортное средство исправно и оно допускается к участию в дорожном движении. Это же гарантия сохранности жизни и здоровья. Совершенно верно. Ну, к сожалению, не все правильно расставляют приоритеты. Деньги – это не на первом месте. Конечно же. Хотелось бы, чтобы уважаемые водители все-таки внимательно относились к своему здоровью и к собственной безопасности. Владимир Николаевич, большое вам спасибо за конструктивный, важный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Китае иномарка въехала в офис местной компании. Это произошло как раз в тот момент, когда в холле находились посетители. Легковушка пробила стену и едва не отправила на тот свет мужчину. Он сидел на диване в одной части помещения, а после удара оказался в другой. Никто не погиб, но водителя доставили в больницу. Снова Поднебесная, но на этот раз спасение ребенка на оживленной городской дороге. Запись регистратора показывает, как у минивэна внезапно открылась задняя дверь и из машины выпал мальчик. Юному пассажиру повезло, ведь за пару секунд до этого позади идущий автомобиль перестроился в правый ряд, и ребенок не попал под колеса. Что интересно, водитель минивэна не сразу заметил пропажу, он уехал вперед на километр. Мальчика им увернула женщина, которая помогла ребенку подняться и уйти из дороги. Горе от ума. Это простроители, которые решили, что мешки со смесью можно поднять на крышу гаража при помощи противовеса. За идею зачет, но с точными расчетами вышла осечка. Мешок ударился о край постройки и разлетелся в пыль. Одним словом, смех да и только. Сколько раз твердили дальнобойщикам не ездить ночью. Этот водитель совету не внял и протаранил площадку на кольцевой развязке. Получилось эффектно, грузовик даже подпрыгнул на ограждении. Зачем срезать, когда можно поджечь? Вот так стригут настоящих мужчин настоящие индийские парикмахеры. Судя по улыбке, клиент доволен и ему совсем не горячо. Еще бы, барбер только и успевает, как укращать огонь расческами. Быстро, эффектно, а главное, экономически целесообразно. Если верить комментариям, стрижка огнем быстрее, а значит и клиентов можно обслужить больше. Работники одного из американских кафе сумели отбиться от грабителя. Чернокожий мужчина хотел быстро обчистить кассу, но уронил свой нож. Он явно не ожидал, что кассир даст ему приличный отпор. Он сориентировался и перехватил холодное оружие, чем напугал налетчика. Дальше завязалась небольшая потасовка. Грабитель все-таки перемахнул через прилавок, однако получил несколько раз ногой от работника кафе. В итоге налетчик ретировался, так и не прихватив с собой деньги. А эти китаянки могли бы стать примером для предыдущего героя. Девушки научились искусно воровать мягкие игрушки из автоматов. Вот обычная попытка манипулятором для отвода глаз. А вот уже более эффективный способ достать награду при помощи мощного невидимого магнита. Три игрушки за 10 секунд. Через стекло они послушно попадают в камеру выдачи, а затем и в руки очаровательных преступниц. Девушки насобирали целый мешок. Видимо, дело это прибыльное. В Анкаре как минимум 4 человека погибли и 43 получили увечья, когда скоростной пояс сошел с рельсов и врезался в локомотив, проверявший техническое состояние железнодорожных путей. Столкновение произошло на станции Маршандис, примерно в 8 километрах от главного вокзала Анкары. А это ограбление в городе Хьюстон, штат Техас. Там молодые люди смогли сорвать приличный куш при налете на ювелирный. Они работали в масках и сверхпрочных перчатках, чтобы не порезаться, когда разбивали витрину. Несколько человек прикрывали грабителей с оружием, один из них стоял на стреме. Все успели уйти, сейчас их разыскивает полиция. Чем топорнее работа, тем выше ее эффективность. Это доказали грабители из Висконсина, которые обчистили там австралийский банк при помощи экскаватора. Ковшом они пробили стену и раздолбили несколько касс, забрав с собой огромную сумму денег. Скрылись они на джипе, а экскаватор оставили копом в качестве трофея. Полиция теперь просит помощи в поимке грабителей. В Гватемале группа туристов неожиданно стала свидетелями извержения вулкана Фуэга. Это случилось еще 25 ноября, но видео путешественники выложили недавно. Кадры впечатляют своей устрашительной мощью. Клубы пепла поднялись над жерлом, образовав грибовидное облако, а лава стала стремительно стекать со склона горы. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания.